В общем, выбралась я в пасхальное утро. Нашла свой старый термос. Не пользовалась ему года два, наверное. И решила взять с собой кофе, потому что все закрыто. Пойти прогуляться немного по Висле. Пока все спят, посмотреть на пустой город. Кармашек удобненький. Так вот, я же не снимала два месяца ничего абсолютно. Какие изменения? Начала учить английского больше. Начала изучать NFT. Начала изучать крипту. Уже чуть-чуть в этом разбираюсь даже. Начала изучать курс по истории кино. У меня выросли щеки. Я занималась меньше спортом. В март я вообще очень часто пила алкоголь. Сейчас я вообще не пью кости. Но мама готовит много сытной еды. И я сейчас чаще ем сытную еду. Поэтому, так как осенью сейчас сжигаю свои щеки, возвращаюсь в эту прекрасную форму, которая была в феврале до войны. Она была не идеальная, конечно, но она была лучше, чем сейчас. Ну, я умею работать над собой, поэтому все прекрасно. Много мне уже пишет людей, которые смотрят мой YouTube. Снимай ролики, почему нет влогов. Мы уже пересмотрели все твои по несколько раз, которые есть. Поэтому все, я решила. Сейчас вышла на прогулку и решила, что нужно точно опять начать снимать. Потому что я разрешусь это делать. Да и вообще, жизнь идет. И я не думаю, что отсутствием контента на моем канале я помогу ситуации. А даже наоборот, как вы хоть какие-то деньги получают с YouTube. И я много очень перевожу ребятам, которые воюют. Я не перевожу там фонды, деньги, а перевожу на какие-то именно нужды сейчас, которые нужны знакомым бойцам, за которыми я, например, в инстаграме смотрю. Если они там собирают на машину или на какие-то другие штуки, аптечки, всякие вот эти тепловизоры, то я скидываю деньги сразу, именно счет. И да, я думаю, лучше заниматься, продолжать заниматься своими делами, зарабатывать деньги и помогать чем-то. Поэтому я возвращаюсь на YouTube, буду снимать, как раньше, много видео. Блин, я думала, что сегодня людей будет мало, потому что обычно в Варшаву все уезжают, в Варшаву все уезжают на праздники. Сейчас Пасха сегодня, а тут ходят и ходят, что-то вот не дают поговорить нормально на камеру. Я же говорю, я уже разрешила снимать. Короче, я вышла, сейчас еду на Вислу, погуляю, подышу свежим воздухом и приеду домой и буду с Анюткой и с мамой завтракать. Погода хорошая, ветерочек чуть-чуть есть, людей почти нет. Погода хорошая, ветерочек чуть-чуть есть, людей почти нет. В общем, я сегодня проснулась одна дома, что бывает очень редко в последнее время, потому что я живу с мамой, ну и с Аней, понятно, где. Но мама сегодня осталась у папы ночевать, а Аня у своего парня, и я одна дома, наконец-то! Я могу снять сутринний влог. Не помню, говорю я или нет в ютубе, но я люблю быть одна. Данино, что меня вообще не пугает. А, я писала когда-то про этот пост. Буду делать все, что в этом году. Жить одной опять. Ну, в хорошем смысле, чтобы все были счастливы, конечно же, и жить в своих местах. В общем, я проснулась 7 утра, я в последнее время просыпаюсь где-то от 6.40-6.45, без будильника, до будильника еще просыпаюсь. Когда мамы со мной нет, кстати, мне хочется подольше поваляться, так обычно я сразу стою, иду в зал, с утра сама. Вот, потом уже прихожу и завтракаю. Но сегодня я попью дома кофе. Сделаю сейчас тренировку с марафона, который я проходила еще до начала войны. Я сохранила себе тренировочки. Потом буду завтракать. Так, в моей комнате, если что, без изменений каких-либо... Аня, когда приехала с Украины, хотела забрать мое зеркало, которое я перетащила из ее комнаты сюда. Но так она этого и не сделала. Я себе уже подготовила форму, чтобы допить кофе и сразу пойти переодеться и переобуться и начать заниматься. Так, я уже закончила тренировку и приклеила себе завтрак. Здесь у меня банан. Два банана, точнее. Замороженная голубика, замороженное яблоко и много-много какао. И гранола, которую вчера делала. Тут много зеленой гречки. Орехи разные, овсянка, лен. Последние два месяца продолжаю питаться в смузи. И чаще всего это шоколадный именно. Я добавляю много-много какао и ем как пудинг такой. Красивая лавочка на красивом месте, в уединении. Только если бы не этот мусор. Гляньте, какое-то дерево огромное, старое. Люблю такие деревья. Короче, я решила все-таки на этой лавке посидеть, выпить монстр яблочный и посмотреть на озеро. Всем приветик. Короче, у нас мама позвала на ужин. Мы сейчас едем в ресторан, такой Шук называется. Очень прикольный, кстати, ресторан. Если будете в Варшаве, то съедаю вам его. Там типа вегетарианская кухня. Мы говорим о том, как мама соскучилась уже за домом в Запорожье и как бы рада вернуться. Домой, домой. Домой. Там ты хозяйка сама все знаешь. Да, да ты шо, конечно, да. Я так спокойно себя чувствую. Да. Да. Тут я уже как бы и стала моральна. На такое состояние. Чуть-чуть. Да, я понимаю тебя. Чуть-чуть тяжелую. Я помню, как я была даже в детстве, когда я была в гостях в Мелитополе где-то и так далее. Мне так надоедало, я хотела уже домой. А тебе, взрослому человеку, то... Ну да. Тем более я так никогда... Так давно уже никогда не была под виситом. Да, и так долго особенно. Не жила в сухом. Да. Хоть даже и семья, это все равно не то. Ну, семья, мы уже тут в пределе. А я тут везде. Особенно я у друга не работала. Я так уже не хочется работать. Я так воспоминаю. Чувствуешь себя ненужным, что ты что-то делаешь. Да, да. Это очень важно. Очень, да. Для морального состояния. Да, я так вот взяла и думаю, я бы то сейчас сделаю. И как бы, так думаю, и того увидеть, так как прийти на свое рабочее место. Да. И компьютер, думаю, и как я там работала. И так еще не сначай еще уехала. Посмотрите, я была на работе. В четверг, бац, с моей мамой. И в пятницу уже все, никто не был. Потому что там столько дел на что-то это было. Да, да, да. В общем, это риск у него, думаю. Я тоже когда раньше перейдала на шаву 7. Так, тут сегодня акция. Заказываешь один виски сауэр и второй подарочек. Мы с Аней виски сауэр пьем. А мама по традиции пивати. Мама очень любит пить пивочечное. Ну да. Я тоже люблю. Но решила сегодня изменить традиции. Пивочек всегда хорошо. Капец. Человек сделал кератин в месяцах. Да. Смотри, как в аптеке. Вообще на тебя не делали. Но все они где-то. Пробуем. О, какие дети. Я очень редко пью коктейли. Да, но пиво лучше вкуснее, конечно. Но пиво я не люблю. Освежающий такой. Виски чуть-чуть чувствуется. Ну, конечно, чувствуется. Да. Чувствуется хорошо. Не, ну мне, конечно, эти окна нравятся сейчас, наверное. Не, да. Хорошо закручиваются. Мне тут вообще красиво. Вот эти передние так хором они. Так, нам уже принесли хапчик. Анютка, гляньте, что у Ани. Там вообще целая. Короче, сковорода. Да, это шакшука с фалафелями. Целая буханка хлеба. Комус с фалафелями. И шакшука. А что это белое? Яйцо. А, яйцо. У мамы пида. Это называется пидес. Яйца фифашот, портабелла, сыром. У меня цветная капуста, запеченная с корицей и внизу комус с зеленью и пида горячая. Так, мы уже поели. Как видно, у меня уже красные сёки, как всегда. После алкоголя даже незначительная порция, но всё равно и еды. Всё было очень вкусно, нам всё понравилось. Каждое блюдо просто бомба. Поэтому, кто в Ашаве будет или живёт здесь, если бы ещё здесь не были, очень советую. И девочки все тоже советую. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok